Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Привет. Привет. Нет, сначала договорились за эфиром на «ты», а когда я все эти регалии перечислила, у меня прям сразу как-то автоматически на «вы», вот это вот уважение, понимаешь, начинает сквозить, когда ты все успеваешь делать. Откуда у тебя такой запас энергии и свободного времени? Слушайте, ну, а, свободного времени нет, его нет, мне не хватает времени. То есть, как бы, даже то, что есть, всем хочется заниматься более углубленно. Но невозможно. Я еще преподавала долгое время. Хореографию? Что ты преподавала? Я преподавала и хореографию, и мастерство актера, и сценическую речь. Вот, в пяти студиях параллельно. Ну да, это все было до 28 лет. И ты на метрошечке каталась? Нет, нет, вот это я не могу. Смея позволить. Вот вы сразу узнали, что у суперчеловека есть свои слабости метро. Нет, я метро ненавижу. Я могу поехать на трамваях, троллейбе. То есть, если у меня позволяет время, и как бы я решила, что сегодня я на городском транспорте, то, скорее, это будет наземный какой-то. В метро у меня фобия. Мне всегда кажется, что меня обкрадут. То есть, я стою, а у меня руки в карманах, в них ключи от квартиры, от машины. Я же ее припарковала и бросила около метро. То есть, сумка у меня впереди, телефон. Мне почему-то кажется всегда, что кто-то на меня нападет. Я тоже не знаю, чем вот так хорошо. Да, да, почему-то у меня к метро такой страх. Ну, ничего, ничего. Кстати, нельзя сказать, что он необоснованный, потому что многие люди оттуда выходят без имущества. Вот ты скажи, тебе легче, что дается преподавание? Даже не так. Чему легче научить? Актерскому мастерству или хореографии? Хореография — это точная наука. Ну, особенно, если ребенок с данными тебе достался. Два притопа, два приклопа. Ну, это так все кажется. Не зря ведь балерины стоят у станка часами, даже когда они уже профы и танцуют главные партии в Большом театре. Все равно, как штык, у станочка с утра, те же бадмантандю, плие. Но тебе было проще. У тебя дома было это все, правильно? Да, да, у меня дом, у меня даже был станок дома. Нет, подожди, а что ты имеешь в виду проще? Мне кажется, у человека, у которого стоит станок, ему наоборот. Не надо ехать на метро, понимаешь, к станку. А, понятно, на метро. А в шесть часов к этому станку и давай, Мега. Да, у меня творческая семья, папа — режиссер театра, мама — балетместер, педагог по хореографии, мой. Мне повезло, я попала в набор ее класса. Вот, и поэтому, в общем-то, с двух лет я уже со старшей сестрой пропадала на всяких творческих кружках. Вот уже в четыре была режиссером, да, ставила спектакль там? Ну, я думаю, что я их ставила еще раньше, во дворе, там, с пацанами. Я такая бандитка была, да. На сцене дебютировала. Да, в четыре года на сцене, на театральной. А как вот твои родители отважились на этот опасный эксперимент? То есть они понимали, что сейчас тебя от вот этого блестящего хореографического будущего может волною-то отнести? А нет, у меня родители, на самом деле, они спокойные, они как бы какое-то направление конкретное не выбирали. Потом по хореографии, например, было всегда понятно, что у меня данные не идеальные, и... То есть я не хрупкая, да, не мелкая, там, для балерины, да, какая должна быть. И там есть определенные даже размеры, соответствия, стандарты, да, которые ты... Даже если ты обладаешь некими данными, но не обладаешь стандартами, то вырваться тебе в примы будет очень тяжело. Я считаю, что если заниматься, ну, прям профессионально, ну, любым делом, то надо стремиться быть первым в этом. А если ты изначально понимаешь, что это физически невозможно, то не надо в это лезть. Ну, так же, как большой спорт. Я считаю, что большой спорт надо идти только за золотой медалью на Олимпиаде. Иначе гробит свое здоровье деньги родительские. Зачем? Особенно деньги родительские. Друзья, после этого урока рационализма от Янины мы сделаем маленькую паузу, а потом вернемся. Вопросы нашей гости задавайте ВКонтакте Страна.ФМ, там есть публикация, посвященная ее визиту. Друзья, Янина Мелехова в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Кажется, что она умеет все. Преподавать умеет. В фильмах снимается, в спектаклях работает, значит, линия одежды. Что сейчас у тебя, как вообще пропорционально это все складывается по жизни? Расскажи. Что-то я отбросила умышленно. Ну, преподавание, да? Да, да. Педагогику, вот, с тех пор, как я родила и выходила из декрета, я понимала, что педагогика отнимает очень много сил. И времени, конечно. И я просто умышленно стала, ну, отказалась от всех работ. Предложения, которые поступали, я отказывалась. Один раз меня моя подруга Люба Тихомирова уговорила, она открывала театральную студию, уговорила пойти туда хореографом. Я продержалась три месяца. Ну, в общем, потом и Люба, и я, мы поняли, что, ну, как бы, нет, все, я не могу уже. Потому что тратить свое время, а на детей, ну, ты не можешь экономить себя. Конечно. Да, я работаю честно, и... Не то, что честно, просто вот за кадром рассказывала Нина, что она говорит, я им костюмы по ночам перешиваю, я им музыку нарезаю. Да, и теперь у меня дочка просто тоже ходит в коллектив танцевальный, прекрасная, маленькая страна. Я вижу, как педагоги там стараются, и как вот все эти, знаете, костюмы. Я стараюсь даже такую нейтральную позицию. Что-то надо сдать деньги на что-то, это все. И я стараюсь не влезать, потому что я знаю свое, как я заряжаюсь и заражаюсь чем-то. Я понимаю, что если я только начну активничать, то через два дня это все будет у меня, и я буду все делать. Сколько сейчас дочери? Дочери шесть лет. Ну, сейчас я взяла, конечно, я направление, ну, не то чтобы направление, это всегда было основной моей профессией, актерская, да, и все остальное как дополнительное. Хореография мне очень помогла выжить в Москве. Я танцевала сама и в клубах, ресторанах, у меня свое шоу-балет был даже. Ну, плюс я преподавала в пяти студиях, вот сама танцевала, и как балетмейстер-постановщик в некоторых спектаклях я участвовала и в некоторых шоу. Я вот, ты знаешь, ты просто начала говорить, что вот Дана и там для балерины, она должна быть хрупкой, а мы просто с Романом так как-то, 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 ну, ты же хрупкая, ты утонченная, ты совершенно такая воздушная. Ты притворяешься. Притворяешься. Кстати, по поводу притворства, у тебя же совершенно потрясающий последний, ну, не последний, а вот крайний пост в твоем инстаграме, да, что все считают, что ты такая мягкая, белая, пушистая, а вот ты нашла свою роль, и это начальник ЧК. Ну, вот так сказала моя сестра, когда я получила эту роль, она говорит, ну, наконец-то, это, это твое, это ты. Не в том смысле, что я жесткая там, да, в том, что я организованная очень, то есть я никогда не опаздываю, у меня всегда все четко, у меня блокнот, в котором все расписано. Хотя с виду кажется, что я такая, ой, прибежала туда, прибежала сюда, что-то там сказала, побежала дальше. Я не знаю, ну, я бываю такой, и это тоже я, и я уже поняла, что людям я такой больше нравлюсь, и, видимо, уже на этой волне, чтобы, ну, что когда я, ну, там даже хотя бы задумаюсь, и, как мне кажется, я становлюсь просто спокойной, и сразу начинается море вопросов, что с тобой, что случилось? Отвыкли? А у меня, видимо, такие черты лица, просто сами по себе, и, не знаю, цвет глаз, что, если я сижу спокойно, да, там, не улыбаясь, не разговаривая, что кажется, что у меня какая-то драма. Ну, ты можешь быть разной, потому что и по ролям это видно, и по твоим в Инстаграме, не в Инстаграме, а на Ютьюбе, ты же выкладываешь там пробы на ролик. Да, да, я периодически выкладываю, да. Слушайте, так я хочу все вернуться к начальнику ЧК, эта же премьера будет только в апреле, все увидят тебя. Да, в апреле 15... Рассказывай, где и что. Рассказывай, рассказывай. 15 апреля на канале НТВ, большая премьера, сериал «Ростов», это 16-серийный сериал, режиссер Павел Дроздов, в главной роли Артур Смоленинов. У меня одна из главных женских ролей, начальник особого отдела ЧК. Но ты хороший человек. Да, конечно. Хороший? Да, вообще, как можно говорить о своей роли, что это плохое? Нет, 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 ну, понимаешь, некоторые, наоборот, мечтают сыграть злодея какого-нибудь. Я понимаю, знаете, меня, проклятие, мне присылали достаточно много, когда я начала сниматься, и тоже что-то выкладывала с площадки в Фейсбуке. Были люди, которые писали о том, что я порчу себе карму, то, что, в общем, проклятие меня настигнет, что это все черт, демон. Так это весна, у них бывает повесня. Это было лето. Ну, потому что это такой противоречивый отрезок истории, 20-е годы, и непонятно, кто хороший. Слушай, сегодня я приговариваю к расстрелу, завтра меня. Это было в истории нашей страны? Это было, да, мы от этого не можем никуда деться. Да, я играю человека, который... Ну, сложного человека. Сложного человека, да, который из-за обстоятельств, из-за времени, в который он жил, да, попал, ну, вот в такую работу, так сказать, да, и какое-то такое у него мировоззрение сложилось. Ну, что ты скажешь? Эта история, должны ее знать тоже. Мы будем смотреть эту историю. Да. И будем тебе в Инстаграме писать. Спасибо. Что и как. Хорошее буду писать. Друзья, вы в ВКонтакте пишите для Янины вопросы. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, а потом вернемся к разговорам. Лучшее в стране. Дамы и господа, Янина Мелехова в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы сейчас, значит, поговорили об одном, сейчас будем говорить о другом, о театральном. Мне кажется, нельзя так распределять одно, другое, это же все равно вот стезя актерского искусства, не побоюсь этих высокопарных слов. Значит, у нас послезавтра уже незаметно подкрадывается к нам День театра, и ты задействована в огромном количестве мероприятий, чтобы все это вот поздравление производить. Да, но именно в День театра я буду в Санкт-Петербурге на гастролях с Театром Луны с мюзиклом «Маяковский». Вот, там такая вообще потрясающая роль. Да, ой-ой-ой, это вообще, мы вроде как ушли от Ростова, да, но все равно годы те же, и это вообще было так круто, когда прошлой весной я попала на две роли параллельно, вот, на Лилю Брик, то есть 20-е годы Лиля Брик, понимаете, да? Понимаем, кто это такая, и ее противоположность, начальница ЧК. Ну вот ты мне скажи, ты про Лилю Брик, ты очень много тоже читала, но вот она какая-то, она действительно вот такая вся очень легкая? Нет, нет. Лиля Брик нелегкая, Лиля Брик умная женщина просто, чего мне не хватает. Ну не говори так, это неправда. Нет, Лиля Брик умница, знаете, очень многие ведь, как-то разговаривая со мной про Лилю Брик, пытаются провоцировать на то, что она там плохая, да, это из-за нее Маяковский там, да, покончил с собой. Ну, во-первых, я ее играю, как я могу говорить о персонаже, о своем герое как-то плохо, если, ну, она это я в данной ситуации. Ну конечно, да. То я буду говорить, что Лиля Брик да плохая, потому что, ну, это мне надо для роли. Ну конечно. Я просто притворяюсь Лилеей, да, и как-то... Вживаюсь в ее жизни. Вживаюсь, вот, и вот послезавтра в Санкт-Петербурге, в ДК Выборгский, мне сегодня сказали в театре, что еще билетов осталось, но совсем немного, приходите, это действительно очень хороший спектакль, мюзикл, как ни странно, Маяковский, стихи Маяковского звучат в песнях, но это очень органично, и, ну, не бойся, просто многие боятся как-то... Это не Пушкин, не Есенин, сначала Маяковский, ой, нет, это как-то страшно. Ну как рэпчик он у него там. Да, это какой-то рэп, потом мюзикл, как может быть мюзикл Маяковский? Нет, в этом спектакле есть и романтика, и облако в штанах, и звезды, которые кто-то зажигает. Ну это будет в Питере, а что? Это в Питере, но он же будет еще в апреле в Москве, конечно, в театре Луны, да, надо смотреть просто репертуар, 23-го числа апреля я играю, вот. Также у меня ближайшие спектакли 5-го апреля в театре «Экспромт», спектакль «Попутчики», который посвящен Булату Шалычу Акуджаве и Людмиле Ивановой. Это, которая основала наш театр, народная артистка России. И когда ты стала говорить, ты как-то сразу так потеплела. Ну потому что этот спектакль мы играем уже много лет, теперь играем очень редко, и каждый раз, ну как-то он вроде памяти о этих людях. То есть если он раньше шел как репертуарный, то теперь это какой-то особый такой для нас миров. Ты там поешь, да? Да, мы поем Акуджаву, да, Акуджава живая. Да, несколько номеров песен мы поем под гитару, но в основном у нас в театре «Экспромт» живой оркестр на каждом спектакле. Ну, ансамбль, конечно, не оркестр, театр небольшой, 70 мест, камерный. Вот, ну это такая прекрасная советская история любви. Людмила Ивановна, кто еще не понял, о какой Людмиле Ивановне я говорю, я расшифрую. Это та самая Шурочка из служебного романа. Которую в бухгалтерию отправляли. Да, да, которая из бухгалтерии, да. Она написала эту пьесу по своей жизни, в общем, многие истории. Ну, я некий прототип ее, конечно, я ее не играла, но там тоже актрисы, и многие истории списаны с ее жизнью. А герой ученый, то есть ее муж Валерий Миляев. Друзья, приходите, вся информация есть в интернете, не прогадайте. И песни знаете, да, все. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, Янина Мелехова, актриса театра и в кино, в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Значит, большой у тебя послужной список, но, скорее всего, есть какие-то мечты, может быть, одна главная мечта. Расскажи, вот, что хотела бы ты больше всего воплотить? Сыграть. В театре, в кино, да? Да. А вы знаете, сейчас получается так, что у меня и театральная, и кино роль совпадают. Вот. Таким образом, что я, ну, у меня много спектаклей, но все равно есть любимый театр, в котором бы я очень хотела служить. Это «Современник». Я, в общем-то, стараюсь, но это не так просто туда попасть, но я, в общем-то, надежду не теряю. Слушай, ну, а каким образом? Вот что ты присылаешь свою демо? Как это все? Ты приходишь в показы? Вот это я все делала, да. Показов официальных, ну, таких не существует. То есть какие-то курсы. Как заявить о себе, да, чтобы туда? Да, вот в этом-то проблема. То есть проблема в том, чтобы заявить. Вот. Ну, если ты уже показался, тебе сказали нет, тогда все хорошо, да, ты как бы успокаиваешься. А когда у тебя нет возможности просто проявить себя. Вот. И во многих театрах, в том числе, ну, вот в том же «Современнике», Галине Борисовне попасть на аудиенцию достаточно сложно. И я, там, 10 лет назад пыталась это делала, но, видимо, недостаточно. Сейчас я об этом жалею. Потому что сейчас, когда мне уже 34 года, уже просто прийти с, даже с каким-то послужным списком, там, главных ролей в театре и в кино, ну, как бы этого недостаточно. Должна быть определенная, ну, определенный момент, определенная степень, там, той же медийности, да, когда ты, когда, там, ты будешь собирать зал, да. Или именно тебя, да, именно тебя, да, хотят, хочет видеть зритель. Вот. Поэтому тут, скорее, сейчас больше надо силы и в кино направлять, да, вот в это развитие. Ну, и сейчас очень связан театр, твоя театральная занятость и зарплата даже. Так роль мечты. Ну, что мы опять про зарплату? Давайте про мечты. Есть спектакль «Крутой маршрут», в которой пьеса написана по книге Евгения Гинсбург «Крутой маршрут». И, конечно, ее сейчас играет Марина Мстиславовна Ниелова. Уже много лет она ее играет, и это такая роль мечты. Я сейчас знаю, что Павел Лунгин не так давно в одном из интервью сказал, что планирует экранизировать эту книгу. И, в общем, я постараюсь сделать все возможное, чтобы каким-то образом попасть в этот проект. Мы тебе желаем удачи. Да, успеха прям сто процентов. Мне кажется, ты там будешь сверкать, сиять, и все получится самым лучшим образом. Но мы еще, знаешь, что знаем? Что помимо вот всех вот этих твоих талантов, ты же еще и автор. То есть у тебя есть свои собственные произведения. Да. Ну, у меня не так много их там, да, какое-то время для детей своих, у которых преподавала, писала. И... Что писала? Давай сразу. Пьесы, пьесы, да, детские какие-то пьесы, да. А там год назад мной написана пьеса «Трагедия маленькой девочки». Это история отношений Фрэнка сенатора и Мэрлин Монро. То есть у меня была, так сказать, некая основа, которая послужила моему вдохновению, да. И я немного, ну, не то что немного, то есть я знала эту историю и написала пьесу на основе дневников Монро, сенатора и коммердинера Фрэнка Джорджа Джейкобса. Вот мы этот спектакль «Трагедия маленькой девочки» играли сейчас год в джаз-клубах Андрея Макаревича, у Козлова в клубе. Ну, в общем, по-разному. Но в апреле выходим на сцену уже театральную и, сейчас точнее подгляжу, значит, 19-го, все правильно, 19-го апреля на сцене в театре Людмилы Ирюминой у нас уже, можно сказать, такая премьера на театральной сцене. Твоего спектакля. Ты, получается, автор, ты режиссер, ты играешь. Да, да, и там я играю Мэрлин Монро. Прекрасно. Как это здорово. А кого еще, конечно, да. Да, у нас там героев не так много. Слушай, а в спектакле... Но это не, это, хочу сразу предупредить, это не Пупупиду, то есть там, это одна из самых сложных и драматических моих ролей, то есть это последняя неделя жизни Монро. Это серьезное театральное произведение. Скажи, пожалуйста, а в спектакле про Раневскую, ты кого играешь? Да. О, я играю актрису молодую, то есть это вторая главная роль. Раневскую, Фаину играет Галина Коншина, а я при ней, как бы ее боготворю, в общем, это такая роль классная, диапазон там вот такой огромный от деревенской девки, то есть изначально я по сюжету прикидываюсь деревенщиной, которая пришла работать у нее домработницей, вот. А потом оказывается, что я все-таки актриса из театра, ну там, по разным обстоятельствам, в общем, которая пришла к ней, и в итоге она из меня делает звезду, растит из меня настоящую актрису. Вот, то есть там такой вот от деревенской девки до кинозвезды. Ну, интересно. Круто. Да, это тоже спектакль, ну, конечно, там много смешного, потому что Фаина Георгиевна, она так на словцо была острая, вот, естественно, все ее фразы, многие, которые известны, они есть в спектакле, вот, но в конце зал рыдает. Ну, и хорошо, это просветление такое некое. Так, а сейчас у тебя также идет работа над полным метром. Ну, подготовка, мы уже часть отсняли, это у меня не такая большая роль, но подготовка интересная. Ну, что значит, такая большая роль, подожди. Да, сейчас расскажу, тут в этой картине, пожалуй, интереснее подготовка, потому что это фильм про женский футбол, которым я не особо владею. Ну, я спортивный человек, но я больше как-то по волейболу. И мужским футболом профессионалы не всегда. Не владеют, да, но мы всем покажем. Конечно. Мы женщины серьезные, мы тренируемся каждый день. Каждый день? Ой-ой-ошеньки, ой-ой-ой. Да. И прям вот с мячом, прям вот пинаешь. Слушай, ну... Нет, я хорошо, ну, то есть я спортивная, я не боюсь мяча, я... ну, может показаться, что я вот такая пифочка с маникюром сижу. Хрупкая. Но это сейчас, это сейчас маникюр, пока нет спектакля, где надо убрать его. У тебя какая позиция? Ты в нападении, ты вратарь, кто... А еще, нет, я не вратарь, мы еще не распределили, вот кто будет именно на съемках, да, на какой позиции. А форма идет тебе? А мне все идет. Ну вот молодец. Работа моя такая, артистка. Скажи, пожалуйста, и когда вот можно будет смотреть? А я не знаю, наверное, следующей весной, мне кажется, ну, по логике. А, ну, там же будут еще снимать, потом монтаж. Ну да, весной в мае должны доснять. Ты напишешь в инстаграме, да? Ну да, конечно. Да, друзья. Так, ну что, я предлагаю сейчас прерваться, а потом мы перейдем к, ну, не то чтобы к самой интересной, но к одной из самых интересных вообще частей нашего интервью, потому что будем говорить про дизайн одежды, про вообще дизайнерские наклонности и способности. И сериалы. Друзья, Енина Мелехова по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы поговорили про театр, про кино и все-таки сериалы. Давайте вот это вот. Вот мы с Романом тут практически подрались, про что раньше разговаривать, про сериал или про одежду. Я считаю, что... Нет, ну про сериал, ну, конечно. Давай оставим напоследок. Ну, пожалуйста, ну, подожди. Что сейчас тогда? Нет, ну хочу про одежду, потому что весна. Весна. Девчонки надевают короткие юбки, легким движением руки брюки превращаются. Превращаются. Скажи мне, у тебя же только вот в 2018 году была презентована линия твоей одежды. Да. То есть ты давно этим занималась, ты давно шила прямо на красной дорожке все для себя сама. А почему вот только в 2018 все это родилось? Это как-то так тоже все быстро и случайно произошло. Я сшила для себя два платья и поехала на кинотавр. Ну, всегда, когда я появлялась на дорожке, и там фотографы знают, что я в своих платьях. Ну, у меня такой принцип. Вот. Все, ну, почему ты не выпустишь? Почему ты не выпустишь? Ну, я как-то, мне так кажется, это все сложно. Я была бы хорошей бизнес-уманой. Ты же организованный человек. Я организованный. Но когда ты организован и в съемках, и в театре. Ну, нет времени, да. Ну, то есть я просто, я начала этим заниматься. Я вам скажу честно, то есть я выпустила достаточно простую коллекцию. Мелдресс. Да, Мелдресс, это, да, называется, ну, бренд. Бренд, да. Я выпустила летнее платье. Это простая модель. Ну, как бы, но я считаю, что в дизайне, как бы, в этом-то и особенность. Сделать простое, носибельное, да. Чтобы я шила не для подиума, не для высокой моды. Да, чтобы это носили. У меня очень многие подруги купили мои платья. Вот. И я потеряла мысль. Ты потеряла мысль, ты говорила о том, что вообще родилась идея, когда ты сама шила себе платье на красном дорожке. Да, и я в очередной вот в сарафанчике вышла, и такой фурор это платье произвело. И мне все говорят, ну, уже выпусти, выпусти. И нашлась у меня подруга, тоже дизайнер, она дизайнер сумок, Екатерина Москалева, которая как-то меня поддержала. Она говорит, я, ну, там, отошьем в магазин, вот, отнесем. То есть для меня было год назад даже вообще непонятно, куда. Ну, я могу отшить. Логистику всю эту. Да, 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 я не понимала, как делать. Ты сама шила? Нет, конечно, на продажу я шила не сама. Ну, себе я сама сшила, да, ну, просто на это время надо. Ну, на продажу еще шить, это уже совсем. И ответственность другая, да. Но я вам скажу, что, чтобы сделать свой бренд и поставить на какие-то, ну, хотя бы на какой-то поток стабильный, наверное, надо, ну, полгода как минимум ничем больше не заниматься. То есть я, чтобы выпустить вот эти вот одну... Ну, это одна модель, только в разных цветах. Ну, другое дело, что она такая, трансформер, который можно носить по-разному, да, и выглядеть будет. Но я, наверное, месяц, ну, две недели, это вообще просто с утра, то есть я просыпалась в семь, я бежала, да, куда-то, то к швее, то по этой фурнитуре, потом все эти, там, логотипы, там, упаковка. И я понимаю, что я не могу никому это доверить. Ни в коем случае невозможно сделать, ну, хорошо, чтобы за тебя это кто-то сделал другой. Тем более, если ты уже, ну, ты открываешь, как бы, свой бренд, да, знаешь, вот есть актриса Янина Мелехова, это ее вещь. Это другая ответственность, нежели я просто назову платье, не знаю, там. Давай, знаешь как, давай сейчас как будто у нас вот такая рекламная минутка, вот прям брошюрка, как бы ты охарактеризовала, то есть платье от Янины Мелеховой это? Я не умею себя рекламировать. Умеешь? Вот, кстати, ты наоборот, ты сейчас не с вами говоришь. Это простота стиль, да? Да, это простота. Я... Естественность. Да, естественность, это грациозность, естественно. Я люблю минимализм, как в интерьере. Какие эпохи тебя вдохновляют? Музы, актрисы? А, ну, в одежде, ну, все-таки я... Скорее, 60-е вот такое, да. Но это не значит, что... То есть у меня осенняя, например, коллекция, ничем я не вдохновляла, просто в голове. То есть мне не надо, что меня что-то вдохновляло, у меня хватает своего собственного вдохновения изнутри. Ну, смотри, что сейчас? Можно пойти и купить что-то, где-то купить. Расскажи. Да, в... Господи, Москва-Сити, Афимол. Да, в Афимол есть магазин, который называется Калина. Это магазин русских дизайнеров, российских дизайнеров. Там сейчас весной будет моя весенняя коллекция. Ее совсем мало. Это трикотажные такие юбки с кофточками. Это фишка. У меня всегда есть фишка. Да, какая-то. Там фишка в том, что обе вещи, и верхнюю, и нижнюю, можно наносить вниз головой. Ну, и просто меняется, да, например, в... Если это... Ну, верх, там такой, как бы, капюшончик. То есть, если ты надеваешь вниз головой, то получается тут более облегающее, да, а капюшон шире. А когда наоборот, то наоборот, здесь шире, а капюшон, ну, такой более, как бы, как шарфик больше. Слушай, там юбка то же самое. Там те, кто худенькие, надо сделать бедра больше, надо одеть ее вниз головой. А те, кто более фигуристые, то стандартно. Говорят нам, что... Ну, то есть такое. Да, времени у нас осталось не очень много. Мне кажется, Роман мне не простит, и ты ему не поговорим про мелодраму. Мелодрама, да, конечно. Мелодрама сейчас у нас на пике, не так давно вышла на телеканале. Ну, ты там красотка. Где поздравляем. Да, я причем так удивлена. Когда меня позвали на пробы, я открываю сценарий, и там написано «Бухгалтер, 40 лет, бывшая супруга». Я понимаю, что это такая тетка должна быть. Я к пробам готовилась серьезно. То есть я подбирала одежду, чтобы быть похожа на тетку бухгалтера. Я делала такую прическу, которая немножко старше меня делает. Вот. И, ну, видимо, это помогло. Но, когда я смотрела уже готовый материал, я прям даже расстроилась. Я смотрю, что я такая красивая. Мне казалось, я такая сижу, играю в такую бухгалтершу. А все равно, ну, это уже... Мы желаем тебе и дальше шагать с этим девизом «Что я такая красивая». Да. Огромное спасибо, что ты пришла к нам. Янина Мелихова на телерадиоканале «Страна ФМ». Всем до завтра. Пока-пока. Счастливо.